И для посадки, и для взлёта нужна примерно территория с радиусом свободной, где-то 250 метров. Это, соответственно, либо поле, либо, соответственно, луг. На 13-м километре трассы, ведущей в аэропорт, все условия для запуска беспилотника. Высоких деревьев, о которых при взлёте можно повредить крылья, нет. Специалисты собирают катапульту и дрон, оснащённый фотоаппаратом и высокоточным GPS-приёмником, и начинают работать. Беспилотник может находиться в небе до трёх часов и развивать скорость от 60 до 130 километров в час. За время полёта успевает отснять порядка 4 тысяч гектаров леса. Всего их в Благовещенском лесхозе 70 тысяч. И на минуту геодезисты не выпускают аппарат из поля зрения. Координируют его движение с помощью наземной станции управления. Начиная с прошлой недели провели 30 полётов. Впереди ещё целый месяц сбора данных. Потом займутся их обработкой. Мы смотрим фактическое состояние лесов. Их находим рубки, незаконные рубки в том числе. И, соответственно, определяем именно экологическое и другое состояние лесной растительности в Благовещенском лесничестве. Последний раз лесоустроительные работы в Благовещенском лесничестве проходили в 2006 году. В 2020-м на эти цели из федерального бюджета выделили порядка 12 миллионов рублей. Затраты вполне оправданы. Аэрофотосъёмка, в отличие от космической, даёт самые точные данные о состоянии леса. Данные работы у нас проводятся для того, чтобы мы имели представление и могли своевременно и качественно запланировать мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, а также для использования лесов. Будь то ведение, допустим, сельского хозяйства, пчеловодства, рекреационной деятельности, охотничьего хозяйства. Обработанные данные Благовещенское лесничество получит в конце текущего года. И в соответствии с ними будет планировать лесопосадки и лесоохрану. Алена Лепкалова, Денис Лугов, программа «Город».